Однажды с Иваном Тургеневым произошел интересный случай. Дело происходило в Европе. Иван Сергеевич как студент направился на учебу, а судно, на котором он плыл, начало гореть. Совсем еще молодой 20-летний Тургенев бросился к спасательным лодкам, расталкивая людей. Дойдя до борта, Иван Сергеевич стал громко предлагать членам команды деньги за то, чтобы его пустили вперед и раньше других усадили в шлюпку, что, конечно же, вызвало возмущение находившихся на корабле людей. И в результате эта история еще долго потом расходилась между недоброжелателями уже состоявшегося писателя. Примечательно, что опасность была на самом деле невелика, корабль находился недалеко от берега, а пострадавших в результате не оказалось. Эта история создает сложное впечатление о личности русского классика. И примерно такое же впечатление создается после прочтения интересного, но достаточно неоднозначного текста записок Охотника. Записки Охотника являются самым ранним крупным произведением автора. Рассказы, входящие в этот сборник, написаны в разное время между 1846 и 1851 годами. Жанр произведения сложно как-то обозначить однозначно, потому что его части слишком связаны и практически тянут на роман в рассказах. Но, с другой стороны, этой связи все-таки не хватает, чтобы объединиться в единое такое отчетливое целое. Если отбросить детали, это можно назвать странными очерками об охоте, в которых, в общем-то, парадоксально мало охоты. И гораздо больше просто путешествий по России, знакомства с разными слоями ее населения, помещиками, мужиками, их жизнью и народной культурой. Больше всего из русской классики по замыслу это напоминает, наверное, мертвые души, которые тоже построены вокруг путешествующего героя, постепенно знакомящегося с разными сторонами российской жизни. Главная разница, наверное, в том, что в мертвых душах мы все-таки видим развитие главного персонажа, в то время как в записках охотника главный герой является больше отрешенным наблюдателем. Вообще, тема охоты хорошо представлена в русской литературе, ей придавали большое значение, потому что она была большой и важной частью самой дворянской культуры. В то время это было более чем популярным, времяпрепровождением и, естественно, как и балы, как истории военных карьер и службы в гражданских канцеляриях, охота нашла свое отражение в литературе. Первым, что можно назвать для примера, это охота из Анны Карениной с ее красивым лирическим психологизмом или охота из войны и мира с ее строгими подробностями и достоверностью. Также важной представляется символическая драма на охоте, больше передающая охоту даже не в ее подробностях, а в ореоле охотничьего духа, долгих подготовок с праздничными гуляниями и неожиданными происшествиями. Записки охотника базировались на практическом опыте самого Тургенева. Лето 1846 года он провел в Спасском Лутовинове, где много охотился со своим егерем Афанасием Алифановым, и многие вещи, подмеченные тогда писателем, оказались в итоге частью записок охотника. Белинский писал, что наблюдения, вынесенные за время пребывания в деревне, были так обильны, что материала этого хватило потом на несколько лет работы, в результате которой сложилась книга, открывшая новую эпоху в русской литературе. В 1852 году записки охотника были, наконец, опубликованы как единое произведение, и, что интересно, стоили место чиновнику цензурного отделения Владимиру Львову. Цензора, недосмотревшего и пропустившего текст, сняли с должности, а для его коллег было издано специальное распоряжение с указанием, так как статьи, которые первоначально не представляли ничего противного цензурным правилам, могут иногда получить в соединении, изближении и направлении предусудительное, то необходимо, чтобы цензура не иначе позволяла к печатанию подобные полные издания, как при рассмотрении их в целости. Потом оказалось, что сам император Николай I был возмущен Тургеневской книгой, и она на время попала под запрет именно из-за этого. Также книгу сопровождала неприятная история при публикации за границей во Франции. Во время Крымской войны тогда Турция, Англия и Франция воевали против Российской империи. Во французской столице были переведены и изданы записки охотника. Это в Санкт-Петербурге было воспринято как критика существующего строя, и Тургенев был вынужден официально заявить, что возмущен таким недобросовестным изданием, говоря о несовершенстве перевода и поэтому искажении смысла. Насмотря на свои в немалой степени прогрессивные убеждения, с государем и Российской империей писатель серьезно ссорится, и разрывать отношения, конечно же, не хотел. Чтобы больше раскрыть общую задумку, приведу несколько примеров из отдельных рассказов. Самыми выдающимися мне представляются три – это смерть, певцы и живые мощи. Смерть – это рассказ, описывающий отношения крепостного сословия к смерти. Крепостные в царской России – это обычные люди, не относящаясь к дворянству. Произведение рассказывает о том, что мужики думают о смерти как таковой, и что делают, когда она к ним приходит. Здесь сразу видны все плюсы стиля этого произведения. Примечательно, какую прекрасную простоту Тургенев находит в отношении безграмотного мужика к таким сложным и высоким материям, как жизнь и смерть. Мужики у него не суетятся, не спешат, а узнав о близости неизбежной смерти, спокойно раздают последние поручения для своих родственников, распоряжаются, что будет с их имуществом после смерти. В рассказе певцы описывается обстановка народного праздника, где главное место занимает песенное соревнование двух мужиков из народа. Такой русский народный батл. Каждый из этих двух мужиков поет со своей уникальной интонацией, описывая которую автор рассказывает внутренний характер героев. В рассказе показана скорее внутренняя жизнь людей, их проживание и чаяние. Это можно заметить не только потому, что в записках охотника практически нет самой охоты, но и потому, как в описании какого-то события Тургенев потихоньку перестает описывать само это событие и переходит уже полностью к внутренней жизни героя. Главным примером этого как раз является третий рассказ «Живые мощи», повествующий о старой женщине, уже не способной вести жизнь в обществе и по причине болезни, живущей только духовными переживаниями. Тут, правда, больше всего показываются уже и некие слабые стороны всего сборника. В каждом рассказе Тургенев хорошо начинает, гармонично развивает, но каждый раз слишком пережимает свои приемы. Отчетливо видно, что тут еще молодой автор еще только начинает пробовать применять свой талант на письме. Безошибочное чувство гармонии каждый раз заводит автора в сторону правдоподобности, но каждый раз ему будто не хватает чувства меры, чтобы удержать эту гармонию. Примерно такое же мнение разделял и Достоевский, писавший о раннем Тургеневе сразу после выхода из каторги. «Помню, что выйдя в 54-м году в Сибири за строго, вспоминал Достоевский, я начал пересчитывать всю написанную без меня за пять лет литературу. Записки охотника, едва при мне начавшиеся, и первые повести Тургенева я прочел тогда разом, залпом и вынес упоительное впечатление. Правда, тогда надо мною сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь, конец каторги, свобода». Для одного из самых больших критиков Тургенева первым радостным впечатлением после освобождения с каторги было чтение тургеневских повестей. Находясь в сибирской глуши, Достоевский не упускал ни одного тургеневского текста. «За нынешний год я почти ничего не читал», – писал Достоевский в 1856 году. «Тургенев мне нравится наиболее. Жаль только, что при огромном таланте в нем много невыдержанности». Интересно, что эта цитата принадлежит еще дружески настроенному Достоевскому, оценивающему творчество Тургенева без призмы многолетней вражды и конфликта, который произойдет между ними в будущем. Посмотрев на этот текст и оценив его без привязки к статусу общей мировой классики, к сожалению, кто-то может согласиться с мнением Достоевского. Именно невыдержанность молодого еще писателя встает поперек прекрасного текста, так в целом талантливо написанного и интересно продуманного. «Конек автора» описание природы уже в таком раннем произведении встает в полный рост. Как писал об этом Белинский, «Не можем не упомянуть о необыкновенном мастерстве господина Тургенева изображать картины русской природы. Он любит природу не как дилетант, а как артист, и потому никогда не старается изображать ее только в поэтических ее видах, но берет ее, как она ему представляется. Его картины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу родную русскую природу». Его картины действительно всегда верны, и он правда смотрит на природу как артист, но, возможно, в этом тексте как раз такого взгляда оказалось чересчур много. Безошибочно острый взгляд безупречно отчужденного зрителя, переведенный с красивого лесного пейзажа на реале жизни, дает слишком уж отчетливую картинку и придает всему такую плоскость, как когда светишь на предмет ярким фонариком в полностью темной комнате. В заключение я хочу все-таки отметить пару вещей, которые обычно интересуют читателей в первую очередь. Повествование в отрыве от деталей похоже на роман о путешествиях и читается довольно легко. Вы можете найти в нем множество красивых и вдохновляющих сцен, особенно если вам интересно узнать жизнь людей царской России и почувствовать какую-то долю тогдашнего духа. Возможно, вас совсем не смутит некоторая несбалансированность книги и вам просто захочется собрать сумку, надеть сапоги и самому отправиться в путешествие, пройти по полям и узнать, какие несчастья и какие радости можно встретить на бесконечных русских просторах сегодня. Автором этого выпуска был Артур Зорин. Ссылку на канал автора вы можете найти под видео или в подсказке. Напишите в комментариях, что вы думаете о записках Охотника и Иване Тургеневе. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!